Гигантский гром-камень при огромном стечении народа прибыл на Сенатскую площадь 26 сентября 1770 года. Вся Европа только и говорила об этой невиданной операции, а в России в честь этого события отчеканили медаль с надписью «Дерзновению подобно». На юлицевой стороне была изображена Екатерина II, а на оборотной – сцена доставки гром-камня в Петербург. И указана дата – января 20-го 1770-го. Хотя при чем здесь январь? Ведь его доставку начали в ноябре 1769-го, а закончили в сентябре 1770-го. Фальконе, решив вознести конную статую на пьедестал в виде каменной горы, хотел сделать эту скалу из шести камней, скрепив их железными крючьями. В Санкт-Петербургских ведомостях даже было объявление о вознаграждении желающим привезти сюда шесть полевых диких камней разной величины для будущего постамента памятника Петру I. И вскоре в редакцию пришел крестьянин из деревни на берегу Лахтинского разлива. Еще в те времена, – начал он свой рассказ, – великий царь часто бывал в наших местах. А вот когда увидел, что люди тонут, то спасать бросился. Да застудился дюжа, потому и умер вскоре. Да я к тому это, что на камень он иногда забирался. Огромный такой валун. Гром камнем зовется с тех пор, как в него молния ударила. Может, вам вот такой и надобен? Когда эту гранитную глыбу увидел Фальконе, то просто не смог удержаться от восторга. Ведь перед ним была такая дикая скала, о какой он мог только мечтать. Откапывали камень и мастили дорогу для его перевозки почти 400 человек. Когда же валун предстал во всей своей красе, то взирание на он и возбуждало удивление, а мысль перевести его на другое место приводила в ужас. Ведь камень был около 13 метров в длину, 8 в высоту и 6 в ширину, а весил более 1600 тонн. Думали даже распилить его на части, но Екатерина приказала доставить камень целому. О том, чтобы использовать в этой болотистой местности катки, не могло быть и речи. Тогда было придумано катить платформу с камнем по переставляемым желобам со специально отлитыми бронзовыми шарами. Оставалось только дождаться зимних месяцев, когда почва подмерзнет и сможет выдержать такую тяжесть. 15 ноября камень, с трудом преодолевая метр за метром, двинулся в путь. Посмотреть на это зрелище приезжало много любопытных. Тем более, что передвигали эту громаду по сигналам барабанщиков, а 48 каменосечцев, наверху оного находившиеся, беспрестанно обсекали оный, дабы дать ему надлежащий вид. А 20 января состоялось главное событие в перевозке камня. Лахтинский лес посетила государыня, пожелавшая лицезреть, как выполняются ее начертания. И при высочайшем ее присутствии оттащен был камень на 12 сажен, то есть почти на 26 метров. В марте 1770 камень был доставлен на берег Финского залила и погружен на специальную баржу. Ее проводка по заливу, вверх по Малой Неве и вниз по Большой, осуществлялась двумя парусными судами. 22 сентября, когда праздновался день коронования императрицы, камень торжественно провезли мимо Зимнего дворца к пристани у Сенатской площади. 8 километров по суше и 12 по воде были благополучно пройдены. В честь этого и существует медаль с гордой надписью «Дерзновению подобно».